23-й международный фестиваль «Белая вежа» запомнился публике своей многовекторностью, а также большим количеством экспериментов. Двигаясь в ногу со временем, театральные коллективы пробуют новые формы работы со зрителем и приобщают к этой миссии не только взрослых, но и детей. Впервые в рамках фестиваля они выступали на большой сцене. Много было задач, и решение каждой давало бесценный опыт, который пригодится для реализации проекта в будущем. Мы знаем, как театр развивается на Западе, мы знаем, как театр развивается на Востоке, как театр развивается за океаном и как у нас. И вот это, по-моему, все, что нужно для белорусского театра сейчас, для того, чтобы двигаться вперед и на самом деле очень уверенно и крепко стоять на мировой театральной сцене. Под занавес 23-го форума искусства Брещанам и гостям областного центра была представлена не совсем обычная, однако довольно интересная в интерпретации постановка «Невольницы». Ее режиссер Егор Равинский смог показать на одной сцене, как уживаются старые традиции и устои, и что с ними делает время. Примечателен не только сюжет, но и форма подачи, а также актерский состав. Так я не желаю смерти, я не хочу, но посудите сами, могу ли я не только любить его, но даже испытывать к нему хоть какую-нибудь привязанность. Он купил меня как невольницу, а вы его осуждаете, обижаете меня своим недоверием. Нанимаешь ли он, а следите за мной. Да! Жаль, его было бы притворством с моей стороны. Да, 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 конечно. Мы с ней неуполны, я права мечтать о счастье с вами. Постановка «Невольницы» стала результатом сотрудничества коллектива Брестского театра «Драмы» с представителями Союза театральных деятелей России. История не теряет своей актуальности, как и сто лет назад. О, господа, когда я счастлив поле, играй, 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 играй по-большому! И ты, проливай тысячи, у меня для тебя ничего не жалко! Каждую новую сцену публика встречала бурными аплодисментами. Овации не стихали и на последних нотах постановки, когда актеры предстали перед публикой. Очень понравилось. Часто посещаем театр и очень довольны. Все нравится, игра актеров, все хорошо. Мне понравилось. Пьеса интересная, артисты очень хорошо играют. Мне понравилось. Все живо, красиво. Мне очень понравилось. Это мои коллеги выступают. Я очень за них болею и горжусь ими. Мне очень нравится этот спектакль, поэтому я с удовольствием смотрю. И вот он, кульминационный момент фестиваля – объявление результатов. Постановка Киевского академического театра «Кукол, как погиб Буско» была удостойна Гран-при. Важно отметить, что в этом году в числе номинантов немало белорусских коллективов, что говорит о высоком уровне отечественного театрального искусства. И на этом авторы фестиваля останавливаться не спешат. Впереди главное событие – тысячелетие Бреста. Будет это действительно фестиваль, праздник и театрального, и музыкального, и всяческого другого искусства, и праздник для жителей города, и действительно праздник тысячелетия. Все лучшее всегда впереди, поэтому я сейчас объявляю 23-й международный фестиваль «Белая вежа» закрытым. Ну а на мажорной, чтобы закончить на мажорной ноте, я говорю, что с завтрашнего дня уже начнется подготовка к 24-му международному фестивалю «Белая вежа». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дорс Букунович, Антон Лугов, Кенцель, компания «Бук-ТВ». Дорс Букунович, Антон Лугович, Антон Лугович, Антон Лугович.